всем привет предлагаю вашему вниманию продолжение экспериментов на тему пояса вуджер обзор на который можно посмотреть по ссылке на этот раз это мой самодельный тактильный жилет получился довольно удачно по дизайну и ощущениям коротко напомню что такое тактильный жилет и для чего он нужен тактильный жилет в связке с наушниками или динамиками позволяет ощущать звук не только ушами но и своим телом как будто вы находитесь в центре событий будь это выстрел взрыв порыв ветра или гул мотора автомобиля вы почувствуете музыку как будто находитесь рядом с большим сабвуфером с ним намного интереснее играть в игры смотреть фильмы или просто слушать музыку устройство представляет собой жилет который содержит в себе всю электронную начинку за основу были взяты два вибродинамика мини бас шейкер на 10 ватт ссылку на магазин где я их покупал оставлю в описании динамики расположены один спереди один сзади остальная электроника находится в двух нагрудных карманов в одном кармане поместились два аккумулятора 18 650 в держателе подключены параллельно в другом кармане находится бокс который имеет кнопку включения разъем aux на 35 мини джек разъем для зарядки индикатор зарядки и индикатор питания сам жилет изготовлен из материалов взятых от старого рюкзака спинки лямок и прочей фурнитуры для фиксации переднего динамика была использована пластиковая пластина от днища старого офисного стула это дает необходимую жесткость конструкции и надежно фиксирует динамики в нужном месте также чтобы динамик не сильно выпирал был добавлен вспененный полиэтиленовый уплотнитель для заднего динамика я сшил чехол и используя тот же уплотнитель придал конструкции нужную форму получилось на мой взгляд довольно неплохо и оригинально начинка устройства содержит в себе всего четыре платы зарядное устройство для одного литиевого элемента со встроенной защитой так как аккумуляторы подключены параллельно зарядник прекрасно справляется с их зарядкой аудиоусилитель на микросхеме пам 8403 это двухканальный усилитель по 3 ватта на канал несмотря на то что динамики на 10 ватт этот усилитель вполне неплохо их прокачивает также пробовал подключать к 15-ваттному усилителю на микросхеме пам 8610 но видимо попалась бракованная плата и она постоянно уходила в защиту даже при небольшой нагрузке другой у меня не было поэтому решил не заморачиваться также пробовал использовать 18 ваттный усилитель на тда 2030 работает хорошо но из-за радиатора он имеет большие габариты поэтому тоже от него отказался а также он как и пам 8610 имеет рабочее напряжение от 6 до 12 вольт что немного усложняет схему а усилок на пам 8403 работает с напряжением в диапазоне всего лишь от двух с половиной до 5 вольт и я подключил его напрямую к аккумуляторам естественно через плату защиты основной и не менее важную роль в устройстве играет активный фильтр сабвуфера я использовал плату на микросхеме n-e 5532 с фазой среза 100 герц фильтр конечно не идеальный нет настроек но критерием выбора стал его компактный размер и так как он работает от 9 вольт схема был добавлен dc-dc повышающий преобразователь фильтр позволяет ощущать вибрации в диапазоне от 280 до 32 герц низкой частоты чего вполне достаточно для полноты ощущений сынок в сенси сынок в сенси сынок в сенси сыском юсоциак Субтитры создавал DimaTorzok И немножечко тестов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Жилет получился хороший и в отличие от заводских аналогов обошелся по очень демократичной цене. Относительно прост в исполнении и не уступает по удобству и функционалу. И на этом все. Не забудьте подписаться на канал и добро пожаловать в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok